Эфир нашего телеканала продолжает программа «13 этаж». С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. Чем многим из нас запомнится уходящий год? Наверняка многие ответят, что пандемии. И действительно, ее последствия мы еще долго будем чувствовать. Как справились? Какие уроки взяли для себя? Какие еще остались вопросы? Поговорим сегодня об этом с заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Дарьей Солдатенковой. Дарья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Очень приятно сегодня находиться в вашей студии. Спасибо. Спасибо взаимно. Вот скажите, испытания пандемии коронавируса отрасль здравоохранения испытала на себе первое, что можно сказать. И наверняка система во многих регионах оказалась неготовой. Вот выдержала ли система ОМС проверку у нас, в Архангельской области? Я бы не сказала, что система здравоохранения Архангельской области, система ОМС Архангельской области не были готовы к пандемии и к решению тех задач, которые она перед нами поставила. Здесь в первую очередь необходимо отметить, что первыми у нас в стране коронавирусную инфекцию встретили столичные регионы. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Потому что они большие. Да, конечно. И плотность населения там достаточно высокая. Поэтому в целях борьбы с этим новым заболеванием, с коронавирусной инфекцией, были очень оперативно приняты меры на федеральном уровне, которые были направлены на предупреждение распространения COVID-19, в том числе в законодательном регулировании. Уже в марте текущего года был разработан и утвержден временный порядок работы медицинских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции. Были утверждены санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19. Кроме того, правительством Российской Федерации были установлены особенности реализации базовой программы обязательного медицинского страхования. Внесены некоторые изменения в правилах ОМС, в части авансирования медицинских организаций, для того, чтобы сохранить финансовую устойчивость в данной сложной ситуации. Таким образом, когда у нас в области появились первые заболевшие COVID-19, мы в принципе уже могли действовать с учетом установленных, утвержденных порядков, с учетом рекомендаций. С учетом ошибок столичных врачей. С учетом столичных ошибок, да. С учетом рекомендаций Федерального Минздрава, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Так у нас в регионе было развернуто достаточное количество коек для оказания медицинской помощи к пациентам с COVID-19. У нас были внесены изменения в маршрутизацию пациентов. Уже с апреля текущего года, в принципе, как только начало распространяться данное заболевание, у нас в регионе ряд медицинских организаций начали проводить лабораторные исследования на выявление коронавирусной инфекции, в том числе методом ПЦР, у нас здесь, как бы на территории региона. В системе ОМС были установлены новые тарифы на облату медицинской помощи пациентам с COVID-19, в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в зависимости от тяжести течения заболевания. Были установлены тарифы на тестирование COVID-19, были внесены корректировки в распределение объемов медицинской помощи между медицинскими организациями с учетом изменения маршрутизации. В конце года были увеличены объемы по проведению компьютерной томографии, потому что данный вид диагностического исследования очень востребован при данном заболевании. Кроме того, необходимо отметить финансовую поддержку наших медицинских организаций. В целях сохранения финансовой устойчивости правительством Российской Федерации было принято решение об введении особого режима финансирования медорганизаций. Так, за период с апреля по декабрь текущего года медицинские организации финансировались путем ежемесячного авансирования в размере 1,12 от годового объема планового финансирования, плановой стоимости медицинской помощи. О чем это говорит? О том, что медицинские организации, вне зависимости от того, какие объемы медицинской помощи они оказали, какие услуги гражданам оказали, они имели возможность в полном объеме осуществить свои постоянные расходы. Это выплата заработной платы медицинским работникам, уплата налогов, страховых взносов, коммунальные платежи. И таким образом, в принципе, финансовая устойчивость медорганизаций была поддержана. Кроме того, несмотря на то, что в 2019 году никто не предполагал развития таких событий, и на оказание медицинской помощи по заболеваниям, вызванных COVID-19, было отвлечено достаточно средств в текущем году. И вот в связи с этим, в августе текущего года правительством Российской Федерации также было принято решение о выделении средств из резервного фонда на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, которые поступили в регионы. В том числе и в Архангельскую область. Для нашего региона данные средства составили 337 миллионов рублей. И в настоящее время они в полном объеме направлены в медицинские организации в рамках оплаты медицинской помощи пациентам с COVID-19. Таким образом, мы, наверное, можем говорить о том, что особый порядок финансирования медицинских организаций, который предусмотрен исключительно в этом году, а также тот объем средств, который направляется в медорганизации в системе ОМС, он является достаточным для того, чтобы поддержать бесперебойные работы медицинских организаций в условиях ограничений. Дарья Юрьевна, не повлияла ли вот эта пандемия COVID-19 на оказание помощи людям, у которых есть и другие хронические заболевания? Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, мы вынуждены констатировать тот факт, что на территории региона, как и на территории всей Российской Федерации, у нас в связи с высоким риском развития заболеваний, вызванных COVID-19, были введены ряд ограничительных мер, в том числе и при оказании плановой медицинской помощи. Но в данном случае эти ограничения относятся только к тому, что получение медицинской помощи в стационаре, в дневном стационаре, а также направление на ряд лабораторных исследований осуществляется исключительно по направлению лечащего врача, той медицинской организации, которой граждане прикреплены для оказания первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, да, были введены, были приостановлены профилактические мероприятия в части проведения диспансеризации, профилактических осмотров, в том числе несовершеннолетних. Данные ограничения действовали до сентября текущего года, но в связи с новым витком роста заболеваемости, вызванных COVID-19, руководители медицинских организаций переданы полномочия о принятии решения, опять же, о введении ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации. Но, несмотря на все ограничительные меры, медицинская помощь гражданам с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистой эндокринной системы, пациентам, которые находятся на заместительной почечной терапии, данная помощь оказывалась и оказывается в полном объеме, без всяких ограничений, с учетом потребности застрахованных в данном виде медицинской помощи. Так же, как и не ограничивалось оказание медицинской помощи в неотложной форме, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи в экстренной форме. Поэтому нельзя сказать, что каким-то образом плановая медицинская помощь, а также медицинская помощь данной категории граждан была приостановлена. Кроме того, необходимо отметить, что медицинские организации, страховые компании, граждан с хроническими заболеваниями также берут на особый контроль, а именно переводят их на дистанционное, диспансерное наблюдение. То есть это когда динамическое наблюдение за состоянием пациента осуществляется посредством мобильной телефонной связи по схеме врач-пациент. Кроме того, наверное, можно отметить, что у нас неплохо выполняется и плановая медицинская помощь. Здесь очень приятно отметить, что мы прогнозируем до конца текущего года выполнение в полном объеме высокотехнологичной медицинской помощи, которая была запланирована на текущий год. При этом количество случаев ВМП нашим жителям в других регионах сократилось примерно на 25%. То есть выполнение плановых объемов обеспечивается за счет медицинских организаций внутри региона, что тоже очень приятно. Кроме того, мы можем отметить, скорее всего, выполнение всех плановых объемов до конца текущего года по такому важному направлению, как экстракорпоральное оплодотворение, как в условиях дневного стационара, так и в амбулаторных условиях, что, в принципе, очень важно для семей, которые стремятся стать родителями, в том числе будут достигнуты целевые показатели по национальному проекту «Демография». Наверное, я бы еще могла отметить, что телемедицинские консультации также нашли широкое применение в условиях пандемии, консультирование медицинских работников, а также дистанционная расшифровка диагностических исследований. У нас на территории области осуществляют такие медицинские организации, как Архангельский клинический онкологический диспансер, Архангельская областная клиническая больница, Архангельская областная детская клиническая больница и Котловское ЦГБ. Таким образом, мы считаем, что несмотря на все ограничительные меры, в принципе, другие виды медицинской помощи по другим заболеваниям у нас также оказываются. Каких-то существенных ограничений по ним не было. Плановые объемы мы выполняем. Но наверняка ведь у жителей есть и остаются еще вопросы, на которые необходимо давать ответы. Вот и с чем обращаются? Да, конечно, вы правы. У нас поступает очень много обращений граждан как в территориальный фонд, так и в страховые компании в устной и письменной форме. Зачастую эти обращения связаны с вопросами по срокам ожидания врачей-специалистов, консультации врачей-специалистов, по времени ожидания врача-терапевта при вызове его на дом, по переносам сроков плановой медицинской помощи, о том, в каких случаях осуществляется обязательное тестирование на выявление COVID-19, что делать, когда появляются симптомы острого ОРВИ. В принципе, также обращаются с вопросами по качеству оказанных медицинских услуг. На все эти вопросы мы готовы отвечать в оперативном режиме. У нас работает контакт-центр территориального фонда, операторы контакт-центра в любое время готовы помочь, проинформироваться, проводить. Кроме того, мы рекомендуем нашим гражданам обращаться по горячим линиям страховых компаний. Если есть какие-то вопросы по получению медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, страховые представители обязательно проконсультируют, окажут информационную, правовую поддержку. Я бы хотела напомнить, что у нас на территории области работают две страховые компании. Это Сагасмед и Капиталмедицинское страхование. Дарья Юрьевна, мы встречаемся с вами накануне самого долгожданного, наверное, всеми нами праздника, Нового года. Что бы вы сегодня хотели сказать жителям области, может быть, поблагодарить кого-то? Да, вы знаете, в это непростое время мне бы в первую очередь хотелось обратиться к нашим медикам, отметить и поблагодарить их за самоотверженный труд. Несмотря на колоссальную нагрузку, которая сейчас упала на врачей, на средний, младший медицинский персонал, они оказывали и оказывают медицинскую помощь, зачастую рискуя своей жизнью, но спасая другие. Работают в очень сложном режиме, по несколько смен подряд, зачастую не видят своих родных и близких, поэтому мне очень хочется пожелать им крепкого здоровья, сил, терпения, всего самого наилучшего им и их близким. А нашим землякам мне бы хотелось пожелать в новом году больше приятных, радостных впечатлений, новых свершений. Пожалуйста, будьте здоровы, проведите предстоящие праздники с пользой для себя, для своего здоровья, чаще проводите время на свежем воздухе, уделите время себе, высыпайтесь, уделите время своим близким, но, пожалуйста, делайте это в том числе с обеспечением профилактических мер. С Новым годом! Обязательно! Спасибо вам большое! Я желаю вам тоже только одного здоровья, конечно же, пусть всё получится. Я напомню, заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Дарья Солдатенкова была сегодня гостем программы «13 этаж». Спасибо всем, кто провёл это время с нами и до встречи на 13 этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин